Лет 15-20 назад автомобили Volvo считали странными и непонятными. Армия их поклонников росла неспешно, но сегодня эти машины пользуются уважением. И да, Volvo – это давно не скучные универсалы, но теперь уже и не скучные кроссоверы. Давайте посмотрим, что и как ломается в среднеразмерном XC60. Вы на канале «АвтоСтронг-М» и мы начинаем. Volvo XC60 появился гораздо позже BMW X3 и немного опоздал к выходу Mercedes-JLK и Audi Q5. Этот скандинавский кроссовер продаётся с 2008 года. Предлагает большой ассортимент двигателей, которые в большинстве своём удачные. Также добавим в плюсы к этому кроссоверу приятную скандинавскую атмосферу, особенно если салон светлый. Также в плюсы к этой модели запишем высокую пассивную безопасность, а также в некоторых версиях система автоматического торможения, которая не даёт тюкнуть бамперам впереди едущий автомобиль. А куда запишем надёжность шведских технологий и металла? Сейчас будем перечислять все слабые места. И не забывайте, что наши обзоры не про то, какие автомобили плохие, а про то, что нужно знать, чтобы не попасть на дорогие ремонты в процессе эксплуатации или после покупки. Итак, поехали! Замечено, что на Volvo XC60 первых годов выпуска, а именно 2008, 2009 и 2010 годы по документам, клей лобового стекла нанесён некачественно, и поэтому в первые годы эксплуатации и до сих пор на этих машинах встречается протекание воды в районе датчиков возле зеркала, а также возле крайних верхних углов лобового стекла. И в этом случае придётся ехать в мастерскую для того, чтобы переклеивать лобовое стекло. Замки Volvo XC60 оснащены электромеханическими сервоприводами. Их слабое место – это электромоторчики. Причём электромоторчики в задних дверях могут выйти из строя быстрее, чем в водительской. При этом дверь не будет открываться, либо же замок не будет запираться. Новый замок стоит $500, но восстановить его работоспособность на долгие годы помогут электромоторчики, которые сделаны в Китае. Мастерские предлагают такой вид ремонта. Вы и сами можете заменить электромоторчик, если вас не пугают трудности по разбору двери и самого замка. Иногда замки перестают работать из-за того, что в наружных ручках обрываются провода. К сожалению, провода обрываются возле разъёмов, поэтому не всегда удаётся восстановить проводку. Чтобы решить эту проблему, надо купить буручку с исправными проводами, покрасить её в нужный цвет и установить на место старой. Эта ситуация с ручками и проводами актуальна для версии с бесключевым доступом. Боковые зеркала Volvo XC60 с электроприводом могут удивить тем, что при раскладывании развернутся на слишком большой угол, то есть буквально вывернутся вперёд. Проблема такая же, как и на BMW – загрязнился и закис стопор. На Volvo нужно разобрать обшивку вокруг шарнира корпуса зеркала, очистить шарнир и стопор, добавить смазку. А вот если зеркала перестали складываться и раскладываться, то тогда придётся ремонтировать проводку. Сервоприводы двери багажника на рестайлинговых Volvo XC60 далеко не вечные. Сначала они начинают скрипеть во время работы, а затем и просто перестают работать. Надо их поменять на новые. Новые стоят по 500 долларов за штуку. А вот на дорестайлинговых Volvo XC60 механизм сервопривода один и находится слева. Справа находится обычный газовый подъёмник. Одиночный механизм сервопривода стоит 330 долларов. Все дизельные двигатели под капотами Volvo XC60 собственного производства. В основном на эти кроссоверы устанавливали пятицилиндровые дизельные двигатели объёмом 2.0 и 2.4 литра. Фактически их конструкция 90% идентичная. Самая мощная версия выдаёт 230 лошадиных сил, эта версия появилась в 2015 году. Все дизельные Volvo имеют ременной привод ГРМ. Зубчатый ремень надо менять каждые 90 000 км. В принципе, все дизели Volvo неплохие, но их репутацию с 2007 по 2010 год подпортил дефектный гидронатяжитель ремня генератора. Из-за этого гидронатяжителя ремень соскакивал или рвался. В некоторых случаях его засасывал под пластиковый кожух ГРМ, он попадал под зубчатый ремень и это приводило к перескоку либо обрыву ремня с последующей гибелью мотора. По отзывной кампании гидронатяжитель поменяли на механический. Эта проблема практически не затронула XC60. Но за ремнём генератора всё равно надо следить. Лучше его менять раз в пять лет и устанавливать действительно качественный ремень. Ну а теперь пройдём по всему многообразию рядных дизельных пятёрок Volvo. Кстати, буквенные обозначения моторов на XC60 вносят много путаницы. Есть Volvo XC60 с обозначением 2,4D, а также D3, D4 и D5. Эти обозначения указывают на диапазон мощности. Например, Volvo XC60 с обозначением D3 может оснащаться двигателями объёмом 2,0 мощностью 136 лошадиных сил и 2,4 мощностью 163 лошадиные силы, а D5 – это мощность от 205 до 230 лошадиных сил. Буквально в первый год выпуска на Volvo XC60 устанавливали модификацию дизельного двигателя, заимствованного у Volvo XC90. Эти моторы выдают мощность 163 лошадиных сил и 185 лошадиных сил. На этих моторах во впускном коллекторе есть вихревые заслонки. Этот узел и его тяга служат примерно 80-100 тысяч километров. Если тяга слетает с оси заслонок, то тогда двигатель начинает задыхаться, т.е. коптит, плохо тянет, появляется ошибка по этому узлу – P2015. Новая тяга стоит всего лишь $11. А вот заслонки придётся поменять, когда из-под их оси начнёт сочиться масло. Запотевание появляется над генератором. Реже заслонки могут подклинить либо оторваться. Но так как они пластиковые, они не наносят серьёзного вреда поршням и клапанам, между которыми они могут попасть. Сами заслонки стоят $185, а для их замены придётся снимать впускной коллектор и вынимать форсунки. Т.е. это хлопотная и дорогая затея. Но проводить её приходится на двух конкретных модификациях турбодизелей пятицилиндровых, которые были доступны для ранних Volvo XC60. На других версиях шведского турбодизеля вихревых заслонок нет совсем. Но раз в 100 000 км будет совсем не лишним снять впускной коллектор и почистить его от масляного и сажевого налёта. При пробеге в 250 000 км шведский турбодизель может начать громко работать. Шум будут издавать цокающие, загрязнённые гидрокомпенсаторы. Их придётся поменять на новые. А вот если эксплуатировать цокающий мотор, то тогда гидрокомпенсаторы могут заклинить, набок лягут их рокеры и повреждения получат распредвалы и ГБЦ. Один оригинальный гидрокомпенсатор Volvo стоит $62, их там $20. Хорошие заменители стоят по $14. Единственный выход, чтобы гидрокомпенсаторы не загрязнялись, надо менять масло каждые 10 000 км. Цокающие гидрокомпенсаторы никакими промывками и заговорами не вылечить. А теперь расскажем про турбокомпрессоры этих двигателей. Рассказывать о проблемах нечего, потому что они служат хорошо, но их здоровье напрямую зависит от масляного сервиса. Две самых ранних модификации 2.4D и D5 оснащались турбокомпрессорами Garret, которые имели и электромеханический привод геометрии. Затем электронного привода не стало совсем. Версии D3 с реальным рабочим объёмом 2.0 и 2.4 литра оснащались одним турбокомпрессором с вакуумным актуатором и датчиком его положения. А версии D4 и D5 оснащены двумя турбокомпрессорами, которые не имеют ни управляемой геометрии, ни перепускной заслонки. Только на турбокомпрессоре низкого давления есть клапан-байпас. А между горячими половинками есть заслонка с вакуумным актуатором, а она переключает поток газов между турбинами. В общем, не стоит бояться битурбированных дизельных Volvo. Но чтобы внезапно не угробить двигатель, следует хотя бы раз в два года чистить радиатор охлаждения. Дело в том, что участились случаи пробития прокладки ГБЦ. Скорее всего, это связано с перегревом, а также это может быть связано с кривым чиптюнингом этих дизельных моторов. О пробитой прокладке ГБЦ говорят пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения. Бензиновые версии Volvo XC60 встречаются гораздо реже. С начала продаж этот кроссовер был доступен с рядной турбошестёркой мощностью 285, 304 или 329 л.с. Эти версии двигателя Т6 очень редкие. Это очень надёжный двигатель, хотя и дорогой в обслуживании. Цепь привода ГРМ находится со стороны трансмиссии и выхаживает порядка 300 000 км. Но снять её крышку и заменить прокладку под ней придётся гораздо раньше, чтобы устранить течь масла из-под неё. Течь масла может появиться из-под вакуумного насоса, но этот ремонт заменой уплотнений вакуумника обойдётся гораздо дешевле. Также периодически приходится устранять свист воздуха, который проходит через лопнувшую мембрану маслоуловителя. Оригинальный маслоуловитель стоит 300 долларов, но ничто не мешает заменить мембрану. Неоригинальная мембрана в продаже есть по 9 долларов. Также при пробеге в 200 000 км может дать течь помпа системы охлаждения, на замену которой также уйдёт немало нормы часов. 3,2-литровый бензиновый мотор на Volvo XC60 – это атмосферник, брат шестицилиндрового турбомотора. Это тоже надёжный мотор. Но со временем на этом двигателе, да и на турбомоторе, может появиться металлический свист. Это свистит изношенный подшипник специального редуктора, от которого приводится генератор. Ещё один турбомотор шведского происхождения – это рядная «пятёрка» мощностью 249 или 254 лошадиные силы. Удивительно, но этот старый и очень надёжный двигатель появился под капотами XC60 только в 2015 году. У этого двигателя нет слабых мест. Кстати, у нас на канале есть его подробный обзор. При покупке и эксплуатации следите за работоспособностью системы вентиляции картерных газов и также наблюдайте за наличием масляных подтёков под пластиковым кожухом ремня «ГРЭМ». А если всё-таки придётся поменять сальники распредвалов, то обратите внимание на наличие выработки на фазовращателях. Четырёхцилиндровые турбомоторы под капотами Volvo XC60 – это полный мрак. С 2010 по 2013 год на этот кроссовер устанавливали турбированный двигатель 2.0 EcoBoost, который крайне неудачен и умирал от задиров и разрушения поршней. Но в нашем случае стоит именно этот двигатель. Пробег у машины – 241 тысяча километров. То есть при нормальном обслуживании этот мотор может выходить и более 200 тысяч километров. А в 2013 году в моторную гамму добавился другой четырёхцилиндровый двухлитровый турбомотор, но уже шведского происхождения. С ним работает в паре восьмиступенчатая АКПП. Этот мотор не прославился беспроблемностью своих предков. Имеет непростительный врождённый масложор – 300-400 грамм масла на 10 тысяч километров. На Volvo XC60 устанавливалось три разных автоматических трансмиссии. В паре с распространёнными дизельными двигателями, а также с надёжными 5- и 6-цилиндровыми турбомоторами работает АКПП Aisin TF80SC. Очень удачная трансмиссия. Служит более 300 тысяч километров. Просто меняйте в ней масло каждые 60 тысяч километров и всё будет отлично. А если вдруг эта трансмиссия начала пинаться в сильную жару при переключении в драйв либо реверс, то езжайте на сервис для проведения специальной адаптации. А в паре с четырёхцилиндровыми бензиновыми двигателями Volvo, а также с четырёхцилиндровым турбодизелем собственного производства работает трансмиссия Aisin TG81SC. Эта трансмиссия пока себя прекрасно зарекомендовала. С гаремичными фордовскими турбомоторами идёт безальтернативная роботизированная трансмиссия MPS6, она же Getract 6 DCT450. Вменять в ней масло нужно обязательно каждые 40 тысяч километров, потому что фрикционы сцеплений пылят прямо в масло. Также необходимо следить за герметичностью передней крышки трансмиссии. Если она подтекает маслом, то нужно её заменить и отжалеть на это 300 долларов. Если этого не сделать, то стоимость ремонта может возрасти в несколько раз. Ну а сейчас мы отправляемся на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, в отличном состоянии и с минимальными пробегами. Продаем с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки в описании к ролику. Ну что, мы на СТО и начинаем. Не так уж редко из-под капота Volvo XC60 с пробегом более 200 тысяч километров раздаётся гул. При этом приходится прикладывать больше усилий для поворота руля. Всё говорит о том, что гидроусилитель изношен. Вообще, чтобы продлить ему жизнь, надо раз в 10 лет либо после пробега в 150 тысяч километров заменить бачок гидроусилителя. В бачок ГУР оригинальный стоит 75 долларов. Есть заменители, которые дешевле. Также сюда подойдёт бачок от насоса ГУР для Land Rover Freelander, который стоит в два раза дешевле. На дорестайлингах Volvo XC60 слабоват компрессор кондиционера. Он выходит из строя с хрустом, отслужив порядка 200 тысяч километров. Почти все версии Volvo XC60 оснащены полным приводом, но, к сожалению, не в нашем случае. Угловой редуктор там служит очень хорошо. А вот передний шарнир кардана надо время от времени набивать смазкой. Дело в том, что передний шарнир находится в непосредственной близости от выпускного коллектора. Жар от выпускного коллектора поджаривает смазку. Когда смазка подсыхает, это приводит к износу шлицов. Со временем эта проблема выльется в замену всего карданного вала. Карданный вал подвешен на двух подшипниках, один из которых при пробеге более 200 тысяч километров может загудеть. Для замены подшипника придется обращаться на специализированный сервис по ремонту карданов, так как для замены придется подбирать подходящий подшипник и временно снимать крестовину. Никаких предложений по подшипникам карданного вала для Volvo XC60 нет. В основе полного привода Volvo XC60 лежит электрогидравлическая муфта Haldex с многодисковым фрикционом, которая соединяет карданную передачу с ведущей шестерней заднего редуктора для передачи крутящего момента на заднюю ось. На первых экземплярах Volvo XC60 установлена муфта Haldex четвертого поколения. Ее необходимо обслуживать, то есть менять масло, фильтр вместе с крышкой. Оригинальные масло и фильтр обойдутся в 200 долларов. Также есть масла от хороших производителей и неоригинальные фильтры. Но говорят, что с ними муфта Haldex может работать некорректно. С октября 2013 года на версиях D4, а также с апреля 2014 года на версиях D5, T5 и T6 уже привод на заднюю ось подключает муфту Haldex пятого поколения. В ней нет отдельного масляного фильтра и сама муфта стала капризнее. Но чтобы избавиться от всех ее капризов, надо обязательно в ней менять масло каждые 50 000 км. При замене масла нужно снять электронасос и поддон, а затем хорошенько все вымыть. Дело в том, что продукты износа откладываются в самой муфте, а также забивают наглухо сетку-фильтр на электронасосе. Если насос не будет создавать нормального давления, то тогда снижается быстродействие муфты. Вдобавок при движении в поворотах появляются удары и подергивания, как будто кто-то хватает автомобиль за жадние колеса. В общем, своевременная замена масла и промывка муфты Haldex надолго защищает от этих проблем. При больших пробегах в обоих поколениях муфт Haldex выходят из строя электромоторы-насоса. Для муфт Haldex 4-го и 5-го поколений электронасосы стоят по 700 долларов, но в продаже есть неоригинальные ремкомплекты, которые состоят из пары угольных щеток и коллектора. Эти детали не служат бесконечно долго, а вообще некоторые умельцы освоили ремонт электромоторов-насосов. Задний редуктор для Volvo XC60 слабоват, в нем изнашиваются подшипники, после чего редуктор начинает гудеть. Некоторые мастерские предлагают услуги по переборке редукторов, но, скорее всего, придется купить бэушный. Знатоки говорят, что в редуктор надо заправлять неоригинальное синтетическое масло, потому что оригинальная минералка густеет на морозе и это приводит к износу подшипников. Спереди у Volvo XC60 подвеска типа Macpherson. Нижние рычаги по оригиналу продаются целиком, их шаровые опоры ходят не менее 100 тысяч километров. Нижний рычаг один стоит по оригиналу 220 долларов, но можно отдельно купить неоригинальную шаровую опору и закрепить её на болтах. Также отдельно по неоригиналу продается задний сайлентблок. Передние амортизаторы служат хорошо 10-12 лет, но на дорестайлинговых машинах их приходилось снимать гораздо раньше из-за скрипа опорных подшипников, так как они очень плохо защищены от дорожной влаги и грязи. Опорный подшипник по оригиналу стоит 90 долларов, но есть заменители в разы дешевле. Знатоки советуют хорошенько наполнить опорные подшипники смазкой, так как её там мало. Стойки стабилизаторов по оригиналу стоят по 100 долларов. Неоригинал, естественно, раз в 10 дешевле, но оригинальные стойки способны пройти более 100 тысяч километров. Втулки обоих стабилизаторов детализируются отдельно. Рулевая рейка служит хорошо, скорее всего пройдёт более 200 тысяч километров. На Volvo XC60 устанавливали адаптивные амортизаторы системы 4C. Они служат удивительно долго – по 200 тысяч километров, но и стоимость удивляет не меньше – по 700 долларов за штуку. В задней подвеске с периодичностью раз в 5 лет потребуют замены передние сайленблоки. Сайленблоки продаются отдельно – по 85 долларов за штуку, но есть хорошие заменители втрое дешевле. Следом попросятся на замену самые короткие рычаги задней подвески – стоимость по 170 долларов за штуку. Неоригинальные производители предлагают как рычаги, так и их сайленблоки. Задние амортизаторы служат обычно примерно 150 тысяч километров, а затем просто начинают течь. Обычные пассивные амортизаторы стоят по 250 долларов за штуку, а вот самовыравнивающийся «Нивомат» вдвое дороже. Кстати, в некоторых случаях владельцы ради экономии отказываются от адаптивных амортизаторов и устанавливают обычные. Ну что, сегодня мы перечислили много слабых мест Volvo XC60, но далеко не все они проявятся на одном конкретном автомобиле. Этот кроссовер достоин внимания и не разорит в ходе эксплуатации. Его можно считать реально недооцененным. На фоне немецких конкурентов он мало чем проигрывает в комфорте и практичности. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите большой палец вверх, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».